Тема нашего сегодняшнего эфира злободневна не только для нашей республики, но и для всей России. Обманутые дольщики. Здравствуйте, в эфире Real Life и я ее ведущая Наталья Доржиева. Кто виноват в том, что в нашем маленьком городе, где, казалось бы, все друг друга знают, столько застройщиков надолго испортили себе репутацию. И самое главное, пострадали люди. Об этом мы поговорим с нашими гостями. И у нас в гостях Илья Владимирович Нагин, прокурор города-советник юстиции, Ачир Зулаев, юрист и Зоя Алексеевна Мергесова, обманутый дольщик. Для участия в сегодняшнем эфире мы приглашали Росреестр к Калмыкии. Но, к сожалению, все остановилось на стадии переговоров. То есть вчера мы договорились о том, что от них будет представитель. Но сегодня, когда я им уже прозванивала, они просто не брали трубку. Это очень, конечно, жаль, что нет представителей Росреестра. Ну а мы начнем. Итак, первый вопрос, наверное, у меня будет к Илье Владимировичу. Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, вот что делать людям, которые столкнулись с недобросовестными застройщиками? Добрый день, уважаемые друзья. Наверное, я начну свое выступление не с того, что делать, если граждане столкнулись с недобросовестными застройщиками, а с того, как с ними не столкнуться. Для начала любому гражданину, решившему вложить свои сбережения в долевое строительство, необходимо в первую очередь досконально почитать, изучить федеральный закон номер 214 об участии в долевом строительстве, в котором подробно разложены все моменты по заключению договоров, по строительству. То есть все необходимые для внесения данных денежных средств сведения. После чего гражданам нужно очень подробно обратить внимание на застройщика, выбранного ими. То есть изучить его историю, посмотреть, какие дома он сдал, есть ли в настоящее время у него долгострои, которые не сданы вовремя. То есть изучить полностью всю историю данного застройщика. Кроме того, необходимо посмотреть на те дома, которые он уже ввел в эксплуатацию. Возможно, жильцы уже с данного этого дома жалуются на качество выполненного строительства. То есть на эти моменты необходимо также обратить внимание. После того, как человек все-таки выбрал застройщика, необходимо, если есть возможность с привлечением юриста, изучить договор предоставляемый. То есть в нем должны отражаться все необходимые, обязательные для договора пункты. Такие как сроки сдачи объекта в эксплуатацию, сам объект, его критерии. Необходимо, чтобы в нем отражались сроки оплаты договора и все остальные моменты с этим связанные. Кроме того, в данном договоре в обязательном порядке должны быть отражены гарантийные сроки, отраженные подрядчиком. То есть у нас после ввода дома в эксплуатацию, по самому строению, еще подрядчик не менее пяти лет обязан устранять выявленные недостатки. И не менее трех лет это по инженерному оборудованию. То есть эти все моменты должны быть в обязательном порядке отражены в договоре. Если этого нет, то соответственно уже необходимо данные вопросы предъявлять застройщику. Дальше. Обязательно необходимо обратить внимание, чтобы вам не подсовывали так называемые договора предварительного бронирования. Не подсовывали договора займа, предварительной купли-продажи. Так как было указано выше, законом 214 данные договора не предусмотрены. То есть это уже говорит о том, что застройщик лукавит и у вас могут возникнуть кое-какие проблемы после их подписания. Дальше. Обязательно необходимо проверить перед подписанием договоров, нет ли уже начатого строительства на этих объектах. Бывает зачастую, как у нас выявлялось в городе, что строительство идет, разрешения на данные объекты не получены. Соответственно договора в данном случае заключаются уже на свой страх и риск дольщиками. Это вот что мы скажем именно по недопущению этой ситуации. Если же уже вы столкнулись с тем, что в данной ситуации... Оказался человек, не все же юридически подкованы, прям вот чтобы все нюансы учесть. Что делать? Неблагонадежным застройщикам необходимо, во-первых, обратиться в прокуратуру, попросить разъяснить, на какой стадии строительства, какая ситуация у застройщика, финансовая. По возможности прокуратура запросит все необходимые документы, даст ответ заявителю, что происходит с застройщиком, его перспективы. Если же этого будет недостаточно, и мы явно видим, что застройщик не сможет довести свои договорные обязательства до конца, есть несколько вариантов. Это обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы в отношении этого застройщика возбудили уголовное дело. Либо расторгнуть договор долевого участия с застройщиком. И обратиться в суд о возврате данной суммы дольщику. Это вот вкратце, что необходимо сделать. Все, спасибо, Илья Владимирович. Зоя Алексеевна, вопрос к вам. К сожалению, вы столкнулись с этой проблемой. Расскажите вкратце вот свою ситуацию. Да, ситуацию, конечно, никому не пожелаешь. Три года назад я должна была получить ключи от квартиры, как указано в договоре. От своей квартиры, которую я жду с нетерпением. И еще 79 семей в нашем доме ждут свои квартиры. Многие проживают, чтобы внести, чтобы сделать первый взнос, многие продали квартиры, теперь живут на съемном жилье. Многие платят кредит, многие ипотеку выплачивают с процентами. Ситуация просто, знаете... Плачевная, да? Люди в отчаянии, в отчаянии. Не только плачевная, они просто в отчаянии. Они уже готовы на все. Выйти на площадь, размахивать плакатами. Вот. И застройщик постоянно меняет графики работ. Постоянно он игнорирует нас, не берет... У нас есть личный телефон. Кто бы к нему ни обратился, он игнорирует звонки. В общем, ситуация такая, что мы вынуждены были обратиться во все органы, которые могли бы нам помочь. Это первое, в прокуратуру города, в прокуратуру республики, в Минстрой, в МВД, в Роспотребнадзор, но и к главе республики. Кстати, глава республики своим приоритетом в предвыборной кампании выставлял такое отношение к своей будущей должности. Это слышать людей. Но он нам даже не ответил на наше обращение. Куда мы только не обращались. Господи, уже и люди от нас устали, которым мы обращались. Теперь мы обратились в администрацию президента Путина. Надеемся, что хоть там как-то отреагируют. Только потому, что они потребовали все обращения, которые мы высылали в адрес ответственных лиц. На сегодняшний день стройка, вернее, работы по стройке не ведутся. Нам обещали в прокуратуре, что наш дом будет сдан в конце сентября этого года. Но что-то слепо верится в это. И мы не надеемся даже в этом году получить. Что нам делать? Как нам может помочь вот сейчас Илья Владимирович на связи? Я бы хотела узнать, какие шаги предпринимаются в этом направлении. Илья Владимирович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Спасибо за вопрос. Данный застройщик, Кристаллстрой, у нас на постоянном контроле. Мы с ним поддерживаем связь. Еженедельно у нас проводятся совещания. Мои помощники еженедельно с выходом на место фиксируют выполненные работы, обещанные данным застройщиком. Если вы обратили внимание, сейчас там кладется плитка в придомовой территории. Планировали на этой неделе завести асфальт, также положить асфальт на придомовой территории. Кроме того, в настоящее время у вас по данному дому недоимка по взносам составляет 14 миллионов. То есть еще многие дольщики не внесли оставшиеся суммы. Как уверяет нас застройщик, если бы все вложились бы, то он спокойно к данной указанной дате завершил строительство. Поэтому я, наверное, на этой неделе, если получится, видите, пандемия мешает нам собраться всеми дольщиками, чтобы обсудить, кто не сдал, как-то с людьми обсудить этот вопрос. Может быть, все-таки донесут оставшиеся суммы. И этой суммы, как уверяет застройщик, достаточно будет для сдачи дома в эксплуатацию. Пока на данный момент это единственный выход. Если у нас до конца сентября не получится собрать эту сумму, не получится достроить данный дом, мы будем выходить к Минстрою с инициативой о признании данного застройщика банкротом, включение вашего дома в реестр, хотя он и так уже находится в реестре обманутых дольщиков. И тогда уже Дом.РФ будет решать, каким образом вашу судьбу разрешить. Но это все время. Поэтому до конца сентября будем пытаться разговаривать, будем пытаться с застройщиком работать в ежедневном режиме. На данный момент, беседуя со мной, он мне обещает, что все работы он выполнит. Спасибо. Получается, что не только от застройщика же зависит, да, но и от дольщиков тоже. Зоя Алексеевна, вы вот как активист, может быть, поговорите со своими, такими же людьми, которые вот взяют долевое строительство в этой квартире, чтобы все-таки деньги внесли и движение началось, да? Минуточку внимания. Я хотела пояснить эту ситуацию с неплательщиками. Дело в том, что Шкелев под себя оставил там, в нашем доме, четыре квартиры, за которые он не заплатил ни копейки. Это проверено, и это уже факт. Это проверено прокуратурой. Это факт. Его обязали продать эти квартиры и внести деньги в общее дело. Поэтому эта басня про то, что они и плательщики есть, и большие суммы за ними, это просто басня и миф, которым прикрывается Шкелев. Человек, которому нельзя верить, на которого заведено несколько уголовных дел, и который в наших глазах является мошенником. Ачир, скажите, вы представляли интересы обманутых дольщиков? Есть что добавить? Я могу добавить от себя то, что по данному поводу я помогал составлять заявления, коллективные заявления, исковые заявления непосредственно уже в суд. К сожалению, как мы видим, проблема застройщика нерешаема в следствии того, что застройщик ссылается на отсутствие денежных средств. То есть можно выиграть суд, а взыскание той же неустойки или возврате денежных средств. Но если у застройщика отсутствуют таковые средства, соответственно, что делает в этой ситуации. Поэтому здесь проблема более глобальная. Тут не только юридически, тут с финансовой точки зрения должен решаться вопрос. Мы надеемся все-таки, что застройщик в ближайшее время исполнит свои обязательства. И вот вопрос по 14 миллионов мне до сих пор не совсем понятен. К сожалению, документов, которые подтверждают, кто не... К сожалению... Никто так и не предоставил. Извиняюсь. Ничего страшного, это интернет. Все понятно. Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, а как быть с пострадавшими, которые отозвали свою бронь на квартиры? То есть, получается, эта категория не защищена дольщиков? Что... Нам просто в редакцию пришло письмо с вопросом, как быть? Да, действительно, существует ряд таких граждан, которые, наверное, на первоначальной стадии уже не поверили, что этот дом будет достроен, разорвали договорные отношения с застройщиком и обратились в суд о взыскании. В настоящее время суд обязал застройщика выплатить, вернуть данные суммы, направленные исполнительные листы в службу судебных приставов, и служба судебных приставов, соответственно, работает с застройщиками. Но, сказать честно, вы сами видите, что сам, не говоря уже о том, что дом достраивается, соответственно, у него ничего нет за его душой, то эти граждане, скорее всего, не получат... Никаких компенсаций, ничего, да? Нет. Все, спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира ограничено, оно подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы отозвались, пришли к нам на передачу, рассказали о своей проблеме. Я надеюсь, что, Зоя Алексеевна, наконец-то все сдвинется с мертвой точки, что вы перестанете нервничать, и, наконец-то, наши дольщики, обманутые, получат свои квартиры, ключи от квартиры, и будут жить хорошо и счастливо. Я с вами прощаюсь, до свидания. Хотелось бы, чтобы в этих спорах, причем всех, были поставлены точки, ведь страдают от этого люди. А я напоминаю, что в эфире передача Реалайф, и если у вас есть интересные темы, присылайте их на нашу электронную почту, адрес которой вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Смотрите нас завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова